Всякий, кто ходит, потенциально может однажды быть сослан куда-то. И он же, и это концептуально, может однажды вернуться обратно. Зло и добро вместе ходят по кругу. И никуда им не идти друг без друга. Как известно, добра без зла не бывает. И это легко доказать. Давайте представим, как выглядели бы сказки, если бы в них не было зла. Итак, если бы в сказке «Красная шапочка» волк не съел бабушку, он никогда не научился бы говорить и врать в постели. Если бы не зло в сказке «Волшебник изумрудного города», Элли бы никогда не кричала «Друзья, а давайте заделаем дровосека под медь, так реально дороже». Если бы в 12 часов ночи карета не превратилась в тыкву, то уже в пол первого от выпитого шампанского «Золушка» сама бы превратилась в бог знает что. Если бы не зло в лице переводчика, мы бы никогда не узнали, что в переводе на украинский «лягушка-путешественница» звучит, как жаба мандревните. А теперь мы вам покажем, что и без добра в сказке не обойтись. И если бы не была добра в сказке «Буратино», то его не полюбила бы добрая Мальвина. Брюк бы Вилли сплоховал в пятом элементе. Колобок бы назывался Берия Лаврентий. Голым бы король не был, не дразнил прохожих. Жил бы пёс, был бы не жил, тоже, тоже, тоже. Не проткни бы «Буратино» носом холст и ветошь. Не сыграл бы Карабаса, эту ж, эту ж, эту ж. Кабы денег миллион, а не восемь-двести, то рожать детишек бабам было б интересней.